С именем Аллаха, милостивого и милосердного, хвала Аллаху, и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха, его семьей с подвижниками, а затем, благородный брат, устремись сегодня к тому, чтобы провести часть своего времени в одном из домов Всевышнего Аллаха. Выдели час своего времени, освободи его для Аллаха, не только во время намазов. Пусть это будет час, в то время, когда намазы не читают, или это будет после намаза, когда ты будешь ожидать следующий намаз, или приди до азана, за полчаса или час. Сделай два раката приветствия дому Аллаха, а потом сядь, потому что ожидание следующего намаза, после предыдущего намаза, подобно рибату на пути Аллаха. Как говорится в хадисе, это рибат. Это рибат. Это рибат. Сделай так, чтобы часть твоего времени прошла в доме Аллаха. Сердце верующего должно быть привязано к мечетям. К семи категориям людей, которых Аллах покроет тенью, относятся человек, чье сердце было привязано к мечетям. Зевастить нас, это рибат. Сделай так, чтобы жизнь разговли, чтобы чувствовать от него, может быть не демократичь, Или, что он действительно отдохнет. И демократичь его, чтобы человек разговли, может быть не демократичь, или, когда он возникнулся, который который делает. Когда он начинает демократичь,aktив его поднять вам обычные тела, или, когда он начинает говорить, только на пути Аллах. Хадисе, этот рибат. Ни дунья, ни их работа, ни иногда какие-нибудь второстепенные, никчемные занятия, ничто не отвлекает их и не мешает им проводить свое время в доме Аллаха. Душевный покой, спокойствие, тишина, смирение и благоговение. Где ты все это найдешь? В наиболее любимых для Аллаха местах, в мечетях. Иди туда сегодня, возьми с собой своих детей, скажи, мы посидим там хотя бы час или два. От Зухра до Асра, или с Фаджра до восхода солнца, или до утра, или же я приду до Зухра, или же посижу час после Айша, после таравих намаза, в любое время. Ты видел? Праведники постоянно сидели в домах Аллаха. Когда их положение становилось невыносимым, они прибегали к мечетям. Мечеть это дом для каждого богобоязненного человека. В один из дней пророк, да благословитый Аллах приветствует, как-то вышел из мечети после намаза Аср. Затем он пришел туда, на Магреб, и обнаружил, что некоторые из его сподвижников продолжают сидеть в мечети. Они не выходили из мечети до самого захода солнца. Он спросил их, что заставило вас сидеть? Почему вы сидите от намаза до намаза? Они ответили, мы исполнили фард-намаз и ждем следующий намаз. Он сказал, это Аллах заставил вас сидеть здесь? Вы уверены, что сидите здесь с намаза до следующего намаза только ради Аллаха? Они ответили, да, мы сидим именно из-за этого. Он спрашивал их трижды, они произносили один и тот же ответ. Пророк, да благословитого Аллах приветствует, сказал им, я беру вас в свидетели, что Всевышний Аллах гордится вами перед своими ангелами. Одна женщина, ее сердце привязалось к мечети, и она убиралась там. Ее работа заключалась в том, что когда она видела мусор, она поднимала его и наводила порядок в мечети. Когда пророк, да благословитого Аллах приветствует, услышал о том, что она умерла, это было на второй день после того, как ее похоронили. Он рассердился. Почему вы не сообщили мне об этом? Укажите мне, где ее могила? Это не просто женщина. Это женщина, которая была привязана к дому Всевышнего Аллаха. Она убиралась в мечети, и он пошел и помолился у ее могилы. Так что же сказать о мужчинах, которые, возможно, ходят в мечеть только на джума-намаз? Или только в месяц Рамадан? Верующий – это тот, кто после намаза идет к себе домой с таким чувством, будто бы его сердце раскалывается. Когда же будет азан на следующий намаз? Чтобы вновь вернуться в дом Всевышнего Аллаха. Некоторые праведники приходили в мечеть за несколько часов до утреннего намаза и ожидали там намаз. Я помню некоторых стариков, у которых не было бы такой ночи, когда бы до первого азана на утренний намаз они бы уже не находились в мечети. Они молились. Молились и молились, пока не раздавался второй азан. И тогда они заканчивали свои молитвы. Их сердца были привязаны к домам Всевышнего Аллаха. Начни сегодня. Поспеши. Приручи себя. Сражайся со своей душой. А тех, которые сражаются ради нас, мы непременно поведем нашими путями. Прививай своей душе любовь к домам Аллаха. И будь уверен, пройдет не так много времени, и дом Всевышнего Аллаха станет для тебя самым дорогим домом, самым любимым местом, самым приятным для твоего сердца и твоей души. Да привьет Аллах нам любовь к мечетям, к домам Всевышнего Аллаха. И да привяжет Он к ним наши сердца. Поспеши привязаться к домам Аллаха. Продолжение следует...